Ваш высокоблагородие. Дело об потере неизвестно куда дома волосного правления и об изгрызении Лана Онова мышами. Дело о прелюбодеянии христианина Фёдорова с трёхмесячной религии. Вы это не читаете, Евграф Кузьмич. Опись дел следственного производства. Давнешне это ваше высокоблагородие. Я тут двадцать пять лет, так это ещё до меня. С конца читай. Дело о сомнительном причинении смерти. О чём же это? Смертью, вещи, раны. Этого обстоятельства нет. Что же вы расследуете? Вы хотя бы вместо слушали и приказали решить рассматривал и постановил. Что ж? Чёрт знает, что за перья. Чернила, дёготь, а не чернила. Удивляюсь я этому земству. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Лиза, ты… ты делаешь меня несчастным. Останься здесь со мной или давай уедем отсюда. Боже мой, какой же ты ребёнок. Ты любишь меня и больше мне ничего не нужно. Ну, как же мне жить? Я не могу представить себе этой жизнью без содрогания. Я… я безумно ревнив. Я даже и не подозревал за собой способности на такие чувства. Лиза, уедем. Уедем отсюда. Опять бежишь на пожар. Ты понимаешь? Ведь понимаешь, что я люблю тебя. Люблю смотреть на тебя, как на своего ребёнка. Что тут понимать? Ты не любишь. Ты презираешь меня. Считаешь меня заурядным, ничтожным, каких много. Каждый раз, когда ты обращаешь на меня своё милостивое внимание, мне кажется, своим взглядом ты измеряешь моё ничтожество. Зачем ты это говоришь? Если всё так, почему бы тебе не убить меня? Если не можешь быть спокойным и счастлив со мной. Где твой пистолет? Стреляй. Сбавь себя и меня от мучений. Лет десять-пятнадцать назад, музыка и пение здесь, на реке, слышались каждую ночь почти непрерывно. У меня смех, шум, стрельба. И всё романы, романы. И кумиром всех шести усадеб был Сергей Гаврёвич. Он и сейчас очарователен, но тогда был просто неотразим. Во мне главным образом любили мой титул. Понимаешь, мы тут имеем дело с одним из явлений электричества. В коже каждого человека заложены микроскопические желёзки, в которых содержат в себе токи. И если ты встречаешься с особью токи, которые параллельны твоим, то от тебя и льва. Ой, какой вздор ты несёшь. Ну, Сергей Данил Романович, ты ведь знаешь мои чувства к тебе. Люблю больше всех в выезде, уважаю. Ваше сиятельство. Василий Гаврилович, Зинаида Саишина, Александра Матвеевна. Даниил Романович, а ты нисколько не изменился. Ты такой же красавец и силач. Ты не знаком? Позвольте я представить. Борис Алексеевич, фон Дидериц, билетрист. А вот мой давнишний друг Даниил Романович Охлопков. Дворный советник, теперешний исправник всея нашего уезда. Очень приятно. Вот ваш сиятельство на силу отыскал. А этого молодого человека узнаешь? Какой что? Не мальчик, но муж. Для меня большая честь, Даниил Романович, быть знакомым с вами. Удивительно, как вы меня узнали. Ты думаешь, вымахал выше отца, так тебя уж и не узнать. Его сиятельство в прежние времена со мной тоже строго бывало, за что я ему весьма признателен. Ты, голубчик, учи его. Без общественного положения он был Гришкой, Гришкой останется. То, что вы называете общественным положением, составляет привилегию капитала и образования. Слыхал, выучился? Вот тебе комиссия. Совсем вы нас забыли, доктор. Скучно вам с нашим братом, а? Черт бы побрал эту подагу. Григорий Васильевич, ты слышал? Борис Алексеевич говорит, что в Сан-Франциско вместо чая пьют джин. Я должен сейчас идти писать. Да. Извините, мне некогда. Французам нужно лущить колбасников. Больше ничего. А вот не у немцев, кроме французов, а еще много сучков в глазу. Что ж? Кому мои немцы, трусы французы, трусы кукишами, в кармане дело и ограничится. Драться не будут. А по-моему, зачем драться? К чему все эти вооружения, конгрессы, расходы? Я бы что сделал? Собрал бы со всего государства собак, привил бы им пастеровский яд в хорошие дозы и пустил бы в неприятельскую страну. Все враги бы перебесились бы у меня через месяц. А-а-а! Смешись, Иванович! А-а-а! Ну, господа, будьте здоровы! Репетатор! Ля Паун! Чудо-женщина! Ну, надо сказать, что я начинаю ненавидеть этого литератора. Она ему не пара. Стало быть, вы верите в гипнотизм? Не буду утверждать, что я верю. Но должна сознаться, что в природе есть много таинственного и непонятного. Это вас немцы испортили. Кажется, у мужа дед был немцем. А по-моему, у кого нет настоящей жизни, тот и живет миражами. Но все-таки лучше, чем ничего. А, вот вы где, Елизавета Андреевна. Позвольте вам представить Даниил Романович Хлопков. Я так много хорошего слышала о вас, что сама давно желала с вами познакомиться. А это не так просто, моя дорогая. Даниил Романович работает, как никто в уезде. В свете бывает крайне редко. Да и вы с мужем тут без году неделя. Их высоко благородие. Говорят, сам губернатор. На дворный советник. Даниил Романович. Ох, Сашенька. Я хотела спросить. Да-да, конечно. Если кто подслушает, то подумает, что я навязываю словно Пушкинская Татьяна. Ах, Саша, напрасно вы правы. Пойми меня. Для любви необходимым условием является полная свобода. Да ты? Разве ты свободна? Свободна. На что ты хочешь? Я не в силах делиться с твоим мужем мысли наживу его на клочке, когда думаю, что он тоже любит тебя. Я не могу запретить любить тебя. Любящий человек неподельчив. Тебя разве не терзает мысль, что у тебя над душой вечно торчит этот человек? Я считаю нужным, обязательным объясниться с ним. Ну и другое нужно сделать как можно скорее. Например, хоть сегодня вечером ты… Объясниться с Борисом? Ну да. Мы обманываем его. Это не честно. Прежде всего, Лиза – правда, прочь, ложь. Объяснишься с ним. Пора покончить. Ну пошла. Ну, пошла. Пить баранки. Привет вам, дивная мадонна! Вот очи взоры непреклонны! Хочу сказать! Привет и вам, любитель мус и прочих дам! Вот очи черты столь прекрасны! Я смел надеяться напрасно! Все ясно! В этот сладкий миг, когда мое блаженство рядом, Возьмею ли я хотя бы взглядом? Нам о приличии помнить надо, ведь я замужняя жена! Ужель верна? О, так нежна рука, что, право же, нужна ли строгость в этот теплый вечер? Смелы не в меру ваши речи! Смею ли я молить о встрече? Там, где шелковая трава уместнее делает слова, Так, право же, помыслу столько! Чистой! Любовь моя! Достал, зануда! Да провались ты! Погляди-ка скорей на твоего обожа, бежит, словно ошпаренный без оглядки! Воображай, что я с ним из-за такого сокровища, как-то стреляться буду! Он меня еще не так заберегает! Нет, пожалуйста, только ничего ему не говори! Не бронись с ним! Мальчик ни в чем не виноват! Я брониться не буду, я только так, шутки ради! Ура! Вовсе ничего не было! Угу! Это тебе все показалось! Да, целовался кто? Целовались! И все! Ах ты! Постырница! Да! Ну, впрочем, что ж, понимаю, это поцелуи, ахи да вздохи! Только не следовало мальчишку смущать! Мальчик добрый, хороший, светлая голова и достоин лучшей участи! Вы ничего не понимаете! Мальчик влюбился в меня по уши! Я сделала ему подарок! Позволила себя поцеловать! Удивительное дело! Поцелую я так же девушку, и на меня черт знает, что посыплется! Злодей! Заблазнитель! Развратитель! Вам, женщинам, все вдруг сходит! Ну, что же вы в дверях стоите? Снимайте ваши пальцы, проходите в зал! Угу! Снимайте пальцы, ваше благородие, так нельзя! Где же остальные барышни? Они чай пьют! Иван, поди скажи барышням, что их высокоблагородие пришли! Ага! Что вы скучный такой? Тоска! 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 А вы угостите лафитом! Тогда и тоскам пройдет! Тоска! Нет, уйди! Я шучу! Я любить не хочу! А вы в котором часу спать ложитесь? В шестом! А встаете когда? Когда в два, когда в три! И что вставше делаете? Кофе пьем! Кофе пьем! В седьмом часу обедаем! А чем? В чем обедаете? Обыкновенно! Суп или щи! Бештек! А зачем вы все это спрашиваете, а? Ну, чтобы поговорить! А-а-а! Поговори! А-а-а! Поговори! А-а-а! Поговори! А где скажи Вальке, что ей не ухажер пришли? Борис Алексеевич, ну, самый главный гость! Он нас хочет в свою книжку записать! Данил Романович! Вот так встреча! Удивлен! Вообще к вам симпатия! Я не понимаю вашего тона! Степан! Скажи просто! Лафито нам подадут и лимонеду борщам! Я не понимаю, вы видеть не рады! И что, здесь вам самое место? А потрудитесь объяснить? Ваше место среди этих продажных женщин, они в кругу порядочных людей! А неужели вы вправду думаете, что эти, как вы выразились? Продажные! Хуже так называемых порядочных! Эй! Вы приходите, платите два рубля за визит, либо пять за ночь! Конечно, они ничут! Ну, ничут и не скрывают этого! А назовите мне хоть одну замужную даму, которая бы не отдавалась тайком! Либо ради страсти молодому, либо ради денег стариков! Ух! Они падшие! Но они не лгут! Они не притворяются! А? Верочка! Ну, как же веселья, ахмелья, а ужасной! Вроде печаль сребесвечной! Поверь, как жизнь в тебе была! Ай-яй-яй-яй! А мы какое дело до того, как я живу! Ах, это постоянно разговоры! Ахи, охи! Это постоянно выслеживание, подслушивание! Ах, это сочувствия дружеские! К черту! Прекратите ваше фискальство! Что? Что? Что ты сказал? Довольно! Я дворянин и надворный советник! Фискал меня никогда не был! И никому не позволю себя оскорблять! Советую вам в ближайшее время покинуть этот въезд! Или я приму меры для вашего выдворения! Прошу вас обо мне не заботиться! А уеду, когда сочт не нужным! Уважайте личность! Извольте, пожалуйста! Так нельзя, ладно! Данила! Данила! Маменька, ну что опять? Нет! Нам на кухню забрался вор! У Мавры Игнатьевны в прошлом году так же забрались! Кто? Он проберется в столовую! Там… Там ложки в шкафу! Я не потерплю в моем доме! И чтоб такое… Такое… Белагея! Что бы сию минуту твоего солдафона в доме не было! Там ложки в шкафу! А вы в уме, барин? Ой, дуру, дуру нашли! О, день в детской бегаю! А ночью тоже такие слова! Эта тень-то не наводи! Давай, давай! Идем, моя милая! Давай, давай! Баю-баю-баю-баю-баю-баю! Я у купцов жила, о таком сразу не слышала! Идем! Давай я умру! Не смейте! Извольте идти! Вы? Но как? Наверное, не хорошо, что я вот так… Сама! Милости прошу! Вы же первый меня! Уважать перестанете! С чего гайда? Если бы я был уверен, я бы сам… А, в конце концов, мы ведь все-таки знакомы… Вы перестали бывать у нас! Раз вы не хотите… Вот я сама пришла… Здесь у вас… Тебя все знают… И всех знаешь… Чувствуй себя чужой… Вы не чужая… Вы… Иная… Чудная… Что тут у нас? Все эти наши добрые знакомые, они… Мелко мыслят, мелко чувствуют… Да не видят дальше собственного носа… Честно говоря, знаете, они глупые… А те, которые поумнее да поздоровее… Они… Истеричны, заедены анализом, рефлексом… Что я в самом деле? Может, бросите уже эту шляпу? Да что этой? Я так мечтала с вами поговорить… Идите сюда! Да… Да не интересно все это… Мы живем здесь, в тесноте, в духоте… Пишем вон ненужные бумаги… Играем в ВИМП… Мне ведь вам рассказать-то нечего… Вы, мужчины, многого не понимаете… Вы, мужчины, делом заняты… Для вас ведь любовь на третьем плане… Для нас это жизнь… Я вот знаете… С большим счастьем бы, всю ночь перебирала бы сами вот эти бумаги… Или прошла бы верст сто пешком… Я люблю тебя… Это значит, что я мечтаю, как я излечу тебя от тоски… Пойду с тобой… На край света… Вы не такая, как все… Вы высокие и чистые… Вам видна правда… Только вы одна можете понять меня… Уже поздно, мне пора… Упокойной ночи… Я не хочу спокойной ночи… Я прокляну эту ночь, если она будет спокойной… Это, по-видимому, символ… Но, простите… Я его не понимаю… Я слишком проста, чтобы понимать вас… Что это? Чайка? Откуда? Это Григорий Васильевич… Билл… Севая птица… На этой реке жили лебеди, гусь и утки… И, как говорят старики… Птице всякая была сила… Видимо-невидимо… Она селся на тучи… Но даже упоминание человек мне встречать не приходило… Что это вы пишете? Так записываю… Сюжет милка… Вон-то лимон… Тащи-тащи, пора не забудь… Даниил Романович, ну посмотрите, какая красота… Как тихо… Да… В самом деле… Борис… Опишите нам этот вид… Зачем? Впечатление лучше всякого описания… Ромео и Джульетта… А, например, украинская ночь Пушкина… Просто природа должна прийти и поклониться внушке… А что такое Ромео и Джульетта в сущности? Красивая поэтическая любовь… Это розы, под которыми хотят, спрятят гнилю… А Ромео такое же животное, как и все… О чем с вами не заговоришь, вы все сводите… Господа, прошу, пожалуйста, принесите хворосту для костра… Хорошо… Ха-ха-ха… Не говори, что молодость губила… Он так вами увлечен, что забыл о своей подагре… Признайтесь, Василий Гаврилович… Увы, я уже не молод, не могу рассчитывать на взаимность… Вы так прекрасно сохранились, что я уверена, что вы нравитесь женщинам… В прежние времена, дорогая, в прежние времена… Елизавета Андреевна… Елизавета Андреевна, не ходите туда… Бог весть, как он держится… А? 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 Ну, наконец буду удить рыбу… А у меня нет большего наслаждения, как сидеть на берегу и смотреть на поплавок… Брошусь, ловут, господа! Будете руками разводить! Елизавета Андреевна, где я жива? Голубушка, ну, идите к нам… Данила Романович, заберите меня отсюда, а то я одна боюсь… А князь сюда не ходит… Это говорит только об одном, что его сиячество умнее нас с вами… Их хорошо, что вы приехали… Я так соскучилась, что если бы вы не приехали, то я бы умерла… Мне кажется, вы что-то хотите мне сказать… Хотите? Хочу… Вы правы… Я люблю вас… Мы не должны продолжать… Нельзя, не любите меня больше и не показывайте никому, что вы меня любите… Я прошу вас… Но… Лиза… Пожалуйста… Вам не нужно знать подробности, не подходите ко мне… Вас могут увидеть… Позвольте мне объясниться с вами… Я не мальчишка, с которым можно поступать как угодно… Я могу объяснить эту вашу перемену кокетством, но я вижу, что вы просто не умеете общаться с порядочными людьми… Вы хотели поиграть со мной, как с этим Борчуком… Но я требую, чтобы вы обращались со мной, как с порядочным человеком… Я собой играть не позволю… Скажите, какой тон? Знаете, этот тон вовсе вам не к лицу… Если вы хотите, чтобы вас любили женщины… Никогда не сердитесь и не солидничайте при них… Есть женщины, которые любят за деньги, а не продажные… Умоляю… Сударыня, если вы не дадите мне свидание… Я устрою скандал сегодня же… Говорите, где мы завтра увидимся… Мы не увидимся завтра… Пустите меня… Ах, мой супруг… Наверняка такого ты еще не слышал… Как три влюбленных дурака… Поспорили, чья глупость… Миша… Вот здесь хорошо… Миша… 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 Который мямленький приведет… Который не боится страх… Драк! Да не, это задар добиться всех! От женщин благ… Ах, да! Миша… Миша… Слова, слова… Не значит много… Они с вами… Но будьте здоровы… Извините… Как страшно жить с такой женой… Видишь, сам… А будь со мной… Да, моя любимая… О, Орледин… О, Коломбима… Нет ли возможности узнать, когда его в высокой благородии прибудут? Никак нет… Ждемся… Будет страдать… Клинать… Вообще, мы виноваты, что любим друг друга… Браво, 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 браво… Красночудно… Это так все хорошо, что я готов сто рублей дать… Чтобы еще раз поглядеть… Браво… Григорий Васильевич… Ну, здравствуйте, молодой человек… Вы один или с батюшкой? Один ваше высокоблагородие… Батюшка кланяться велел… Дело у меня к вам, можно сказать, особенное… Ну так, слушаю… Я хотел бы определенно знать, дозволяет ли закон передачу жены другому лицу… Как вы сказали… Передачу жены… Это вы у Герцена вычитали… Ну, я, может, выразился не точно… Ну, вот если договор есть… Взгляните… Я… Люблю эту женщину… Люблю больше всего на свете… Вы это заметили… И… А она? Она любит меня… Дайте мне ее… Уходите, ради Бога… Борис Алексеевич, я понимаю вас… Но… Я дам вам другого счастья… Счастья, которого вы еще не испытали… Что вы хотите? Я богатый человек, я сын князя… Хотите… Десят тысяч… Борис Алексеевич, умоляю, это… Это не подкуп, не купли… Я лишь хочу жертвой с своей стороны… Хоть несколько загладить вашу неизмеримую потерю… Хотите… Сто тысяч… Я готов… Борис Алексеевич получил от Грохольского Григория Васильевича сто пятьдесят тысяч рублей… И передал вечное его… Владение законную супругу его… Лизавету фон Дидериц… Обязуюсь впредь им никакого беспокойства не оказывать… И никаких претензий не иметь… В противном случае должен я ответствовать по законам гражданским и уголовным… Нотариус получает в год пять тысяч рублей… Мировой судья… Две тысячи четыреста… Учитель живет на двадцать три рубля в месяц… Что же вы хотите? Так что… По законам с ним поступить… Вот вам мой ответ… Бумагу эту я у вас заберу… А по законам… И покупатель, и продавец… Живого человека к суду… Может быть притянут… Вам же и достанется… Но… Как же… Вы, молодой человек, на каникулы изволили сюда приехать? Нет, я курс три года назад кончил… Постоянно здесь живу… И чем же изволите заниматься? Идите, спите, гуляйте… Все зло в жизни от скуки… От душевной пустоты… Она неизбежна… Если позволяешь жить… На чужой счет… Полторастая тысяч, говоришь… Да у него… Помяни, никаких денег нет… Он верно считает, что я присмертелся… Выписывай… Векселя… Моя доверенность… Мальчишка… Только и ждет моей смерти… Выписка необоснованного Векселя может грозить уголовной ответственности… Посадить бы паршивца в долговую яму… Меня вот потом ее порочат… Заделай, голубчик… Перекупить Векселя через третье лицо… Он не предъявил их к обзысканию… Откуда у меня столько… Доходов с имения, сам знаешь… Управлять некому… Живем и ладно… Он дидрец недавно в городе… Не думаю, что ему это понравится… Голубчик, ты стоишь у меня в ужасное щекотливое положение… Бог весть, как все это обернется… Да, вроде он гость мой… Ну, этих нынешних, сударь… Мой… Не идей… Не идеал… А нравственность… Равственность какова… Нынче двенадцатилетняя девчонка уже норовит иметь себе любовника… Матери продают своих дочерей… А у мужика просто спрашивают… К какой цене подаются их жены… Можно даже поторговаться только… Всё послушиваешь, старый чёрт… Чтоб не провалиться, барин… Работа такая… Ну, ты это… Смотри тут… Вот вы у меня какая… Вот вы какая… Какая чудная, роскошная… Сегодня я счастливил вас… Завтра вы… И счастливите меня… Где чёрт не справится, там бабу пошлёт… Завтра же расчёт… Не-не-не-не… Не за какие я деньги… Хватит меня, дурака… Провалиться мне, ежели останусь… Вы моё счастье… Жизнь моя… Моя молодость… Я понимаю… Шансы военного взаимности равны нулю… Но мне ничего от вас не нужно… Позвольте только слышать ваш голос… Смотреть на вас… Это уже будет величайшим для меня счастьем… Какая чудесная… Какая роскошная… А эти волосы… Что ты хочешь от меня? Один поцелуй… Это мучительно… Наказание моё… Ещё тоже благородный… Не знаю, чему вас там в университетах учили… Что ты о себе думаешь… Пролетарий… Кто себе дал право выписывать векселя… Под мою доверенность… Я жду, что ты скажешь… Я жду, хотя… Понимаю… Таким поступком мырающим… Честь… Моё доброе имя… Нет оправданий… Ошибаетесь… У меня есть оправдания… Я люблю эту женщину… И не мыслю своей дальнейшей жизни без неё… Немедленно разорвёшь с ней всяческие отношения… И не подойдёшь к этой женщине не наша… Я никогда не откажусь от неё… Предупреждаю… Если ты и дальше последуешь своим низменным наклонностям… Я лишу тебя наследства… Клянусь истинным Богом… Вопрос… О наследстве… Для меня не представляется важным… Я заранее отказываюсь от всего… Ты забываешь все… Не смей так со мной разговаривать! Оглец! Не смей! Ну, пошла… Ну… Ну, пошла… Ну… Ну… Своему постоянному обожателю… Погачёй-рыбнику из охотного арьяна… И от неё… Не искал рыбы… Нет… Один супрет… Чистейший супрет… Здравствуйте, ваше высокоблагородие… Опять в моём кабинете кабак завели… Тысячу раз просил всех и каждого не делать этого… Вот бумагу водкой облили… Крошки, огурцы… Ведь противно… Римон Владимирович… Ну вот… Тут вот… Вашему благородию… Что нужно? От князя Крохольского письмо… На ваше благородие… Ну вот… За ним могли они… Ступай, скажи, чтоб не распорягали… А, слушайся… И доктора сыщи… Хорошо, Дмитрий Романович… Я, надо сказать… Увлёкся серьёзно… Женщина она… Редкая… Недюжинная… Не говорю уж о наружности… Сколько чувства, изящества, свежести… Она нечто… Из другого мира… Любите вы ноль возвести в квадратную степень… Но вчера она мне рассердила страшно… И грозила утопиться… Ушла из дома… И, как видите, до сих пор её нет… Как-то это всё скверно… А что её муж? Муж? Несчастнее человек… И вообразить себя трудно… После того, что мне стало известно… Наши хорошие отношения продолжаться не могут… Ну, я понимаю… Я уеду, когда решу некоторые вопросы… Согласитесь… В моём желании знать о дальнейшей судьбе горячо любимой женщины нет ничего такого… Эдакого, что могло бы показаться вам вмешательством… Вы намерены и дальше жить с вашей женой… Любовь налагает известные обязательства… И вы, как порядочный человек, должны это понимать… Вы лишаете меня, женщина… Которую я люблю больше жизни… Нет, конечно, было бы подло… С моей стороны… Оставить вас… Не удовлетворю… И на чём же вы порешили? Я заплатил ему по векселям… В изрядной прогрессии… Он уехал, оставив мне моё сокровище… Вы позволили этой шельме обвести вас вокруг пальца? Вы заплатили ему? Ты знаешь, я ему верю… Все вообще считают его человеком порядочным… Знаменитый писатель… Любимец публики… О нём пишут во всех газетах… Его переводят на иностранные языки… Постой-ка… И думаешь, что он меня облапошил… И она… Неужели же я не заслужил… Тебе благодарности… И любви… Ну, хотя бы… Уважения… Укажи, где я пошёл прочь… Господа почуваться, изволили… Нечто не людей… Ваше высокоблагородье… Барышня занята… Извольте в зале подождать… Дело касается вашей законной супруги… Таню Романович… Согласитесь, всё это как-то странно… Вдруг ни с того, ни с сего… Вы врываетесь… Если двое хоть немного облегчит вас… То… извольте… Я готов… Только подождите снаружи… Мне надо одеться… Ваше благородие… Тут есть и почище… Девка вся на винтах… Вот сам бы ел, да деньги надобные… Но вас она… Вас дожидалась… Ваше сердце… Молоденькое… Пухлявенькое… Шустенькое… Красота… Вы такой красоты… И в Петенбурге… Не извольте видеть… Чего прочь… Хорошо… Как хорошо… Как хорошо мне с тобою… Не увядать… Не услыхать… Не дышаться… Тобой одним… Как тяжело… Людмей… И будет умереть… Браво, 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 браво… Браво, браво, браво… Я к вашим услугам… Прекратите ваш балаган… Объясните наконец, что собственно произошло… Пропала Лизавета Андреевна… Вчера утром ушла на реку и не вернулась… С ней уже бывало нечто подобное… Она раз выобразила себя великой актрисой и ушла от меня… Я искал её два месяца… На одни телеграммы я истратил тысячу рублей… Лизавета Андреевна? Актриса? Я вас не понимаю… Тут понимать нечего… Нынче все хотят в комиссар Ржавский… Удивленны? Мне, конечно, не следовало говорить вам этого… Но вы тут как… Лицо заинтересованное… Мне перед вами ничего скрытничать… Слушайте… Я говорю с вами откровенно… Наплюйте… Игра не стоит свеч… Ведь она ваша жена… А вот у ничего… Наплюйте, дорогой… Любви-то ведь никакой… Одна только шалость… Скука… Хотите шалень? Дверочка идёт… Вы странный человек… Вы ненормальный человек… Не смею предсказывать… Но вы дурно кончите… Будьте здоровы… Лиза… Лиза… Что ты наделала? Ваше высокоблагородие… Горе-то какое-то… Чистое наказание… Народ беспокоится… Это всё? Так точно… Отгони мужиков… Ага… Пусть в реке ещё… Я извиняюсь… Ваше высокоблагородие… А чего искать-то? Барыню… Барыню искать… Григорий Васильевич… Григорий Васильевич… Так что отсюда… Извольте… Гамлет… Жалел когда-то, что Господь с земли и неба запретил грех самоубийства… Я же теперь жалею, что судьба сделала меня врачом… Глубоко сожалею… Боюсь, как бы мне не пришлось, в свою очередь, пожалеть, что я уездный исправник… Тебе невязательно самому заниматься этим… А почему ты решил, что я должен отказаться? Ты можешь завалить… Выдать в отставку… Это будет нисколько невесчестно… Потому что есть кому заменить тебя… Врач же поставлен совершенно… Иные условия… Я так думаю… Если б неделя не всплывает… То только к весне жди… Господи, прости меня грешного… Летом-то за три дня бы всплыла… Сейчас… Пойди, сыщи ее… Пойди, пойди, пойди… Держите его! Отпусти! Черт, 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 черт выбрал! Черт выбрал! Отпустите меня! Уведи людей! Что я делаю? Уйдите отсюда! Оставьте меня одного! Я видел вас, Лиза, я видел, как она целовала вас… Как будто бы… Не здесь, на Земле, на какой-то другой планете… Ну, да я понимаю, что насильно милует… Что вы делаете? Прекратите! Нас же могут увидеть! Пусть видят! Прекратите! Я прошу вас! Боже мой, но счастливых соперников я не потерплю! Нет! Я клянусь вам всем святым, я убью соперника! Так, знайте, меня нет больше… Я убил Лизу! Я! Я! Что ты сказал? Что ты сказал? Да я убил Лизу! Да нет, Романович! Ну, ты в меня с двух раз попасть не смог! Слизняк! Думаешь, я тебе поверю? Морочите вы меня! Теперь понятно все! Понятно! И не знаю, к чему тебя это… Дипломатия ведь убил! Убил ведь! Нет, Василий Гаврилович, это маловероятно! Несчастный я предупреждал его! Ужасный день! Божий промысел сподобил! Спокойно, мать, не дожить до этого дня! Вот ты уже и плакать! Все умрем! Не одна она смертная! Все на том свете будем! Данила Романович! Богом молю! Найди ее! Найди ее! Живую или мертвую! Мне бы только взглянуть еще разок! А только бы дотронуться! Я вот волос найду и тот! Храню! Найди ее! Да! Вам бы, барин, перцовки выпить, чем плакать при людях! Взял бы, помянул! Перекрестился! Иди! Иди! Все ее доли, как выпишено! И лучше! Здравствуйте, Григорий Васильевич! Вези к нам чайку, любезный! Будете допрашивать! Вы позволите? Позволите! Здесь вы хозяин! Ну, что это вы пишете? Люди, львы, орлы, куропатки, богатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде морские звезды, те, которых нельзя было увидеть глазом, словом, все жизни, все жизни, совершив печальный круг, угасли! Наверное, я ничего не понимаю или сошел с ума, но мне кажется, что вы талантливый молодой человек, вам необходимо продолжать! Как вы говорите, продолжать! Спасибо, любезный, вы сами! Да, именно, продолжать! Хотите, дам сюжет для повести? Она должна называться так! Человек, который… Хотел! В молодости, когда-то хотел я сделаться литератором и не сделался! Хотел красиво говорить и говорил отвратительно! Хотел жениться! И не женился! Хотел стать надворным советником и стал! Это произошло само собой! Я работаю больше всех в уезде, вам известно! Судьба бьет меня, не переставая! Порой страдаю я невыносимо, но у меня нет огонька вдали! Я для себя уже ничего не жду! Не люблю людей! И уже, наверное, и не полюблю! Мне кажется, что если бы Лизавета Андреевна тогда захотела, то могла бы! Ну, с вами! Больше вы от меня не услышите ни одного слова! Ну, мне казалось, что вы единственный человек, с кем я могу поговорить об этом! Говорю вам, оставьте! Виталий Микüreевна! О, с вами улетели! Василий Гаврилович! Василий Гаврилович, можно к вам? Захотяй Микрей, нет! Ты садись! Не боюсь. Противная эта водка. Вы вроде так раньше не пили, Василий Гаврилович. Да? А теперь пью. Пантелей, небось, уж жаловался? Стыд какой. Тайком от лакея пью. А чего же тайком? А ты его характер знаешь. Попробую я при нём расплачется за барина. Ужасно тяжело. Но, мою богу известно, как тяжело мне на сердце. Вот именно что. С горя пью. Я тебя всегда любил и уважал, Даня Романович. Ну, откровенно тебе скажу. Повеситься, Борат. Отчего же это? Глупость моя. Не одни только дети бывают глупые, бывают дураками и в шестьдесят. Ну, придём домой, поищи в библиотеке Батюшкова. Помнится, он был у нас. Ну, отчего, отчего мне так больно дышать? Ты устал. Тебе не нужно было идти со мной. А вот доктор советует больше гулять. Когда я постарел, я стал тебе противен. Вератный и вам всем противен на меня смотреть. Ты говоришь о своей старости таким тоном, как будто все мы виноваты, что ты старт. Тебе же первый я и противен. Конечно, ты молода, красива, здорова, жить хочешь, а я, старик, почти труп. Что ж, разве я не понимаю, что глупо, что я до сих пор жив. Ну, ничего. Скоро я вас освобожу. Немного мне осталось тянуть. Я изнемогаю. Замолчи, ради Бога. Странное дело, даже голос мой противен. Ну, допустим, я противен. Я эгоист. Я извертка. Но неужели я даже в старости не имею некоторого права на эгоизм? Мама, неужели же я спрашиваю, не имею права на покойную старость, на понимание к себе людей? Я сию же секунду уеду из этого ада. Это невыносимо. Стреляй. Убей. Я все равно здесь не останусь. Ну, он же абсолютно новый. А саквояж? Вы ни разу не упомянули про саквояж. Волните, Василий Гаврилович. Кого вы хотите одурачить? Знал бы, не впускал его, черта. Умный вы мой человек. Подумайте, нет ничего легче, как понять меня. Вы еще мало жили. Мало страдали. И вправе посмеяться надо мной. Говорите, пожалуйста, без предисловий. Что, собственно, вам нужно от меня? Чего вы добиваетесь? Арестуй ты меня, Бога ради. А Гришку, моего дурочка, отпусти. Грежен я. Хотел пожить на старости лет. Такой помирать не страшно. Все уже было. Грех жаловаться. Отдай меня под суд. Эк, вы хватили под суд. Неужели такое вопиющее по бездоказательности дело сможет пройти судебную палату непрекращенным? Ну, а я готов повторить свое признание. Неужели этого недостаточно? Я юрист, Василий Гаврилович. И как юрист я требую, чтобы вы изменили ваше поведение. Лизавета Андреевна убита. В этом у меня никаких сомнений нет. А вы с вашими сентиментальными признаниями ведете следствие по ложному пути. Я дворянин. Даже суд не вправе усомниться в честности моих слов. Да перестаньте, ваше сиятельство. Прошли те времена, когда слово дворянина было сильнее закона. Что вы себе позволяете с жалким фиском? Чтоб ноги вашей в моем доме больше не было. Сию же минуту… Вон, сию же минуту! Вон ты, Римон. Ты что представляешься? Не спишь ведь? Веди меня в комнату, где барыня жила. Да что это? Парень! Барюшки! Князь, родной мой, что свободно? Уморяться потерпеть не мог. Иди прочь, парень! Он мой не дам! Пошел! Пошел! Господи! Простите нас, грешных. Душа у праведного. Белый. Гладкая, как мел. У грешного, как пепза. Душа у праведного. Светлая лифа. У грешного. Смало оказывая полезного плана, о котором человек не трудится и не скорбит. Тому не будет царства небесного. Горе. Горе сытым, горе сильным, горе богатым, горе заимодавцам. Не видать им царствия небесного. Горе без траву. Лжа уже летом. А лжа – душу. Горе без травы. Горе без травы. Горе без травы. Горе без травы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Горе без травы. А-а-а! Что вы здесь делаете? А как вы думаете? Только положите ружьё на землю! Ну, если я бы хотел убить вас, я бы это сделал. Минуту назад. Я должен арестовать вас по подозрению в убийстве вашей жены. Может быть. Ну, позвольте спросить, а что помешало вам задержать меня раньше? Слушай, я привык называть вещи настоящими их именами. Вам нужна была эта смерть для новых подвигов, пусть так. Ну, скажите, неужели нельзя было просто расстаться с ней? Если бы вы позволили ей оставить вас, тогда, возможно, она не оказалась бы здесь. Смерть? А вы не замечаете, что только вы один так уверены в её смерти? Я признаюсь, бывали такие моменты, когда я почти желал этого. Но потом мне было женщины более нежной, любящей, более покорной, чем она. Вот ты какой! Наконец-то я вижу, что ты за человек. Модлый, низкий. Помнишь, как ты пришёл, мне сказал, что ты меня любишь? Слушай, я тебе поверила. Я оставила отца, оставила мать, оставила… Я оставила свою веру, я всё тебе отдала. Я поверила тебе. Я верила каждому твоему слову. Ты лгал. Лгал, брат, 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 ты лгал. Лиза, я не лгал. Я ошибался со мной. Я никогда тебя не обманывал. Но ведь, когда ты услышал, что он говорит про деньги, он ведь начал действовать по другому плану. Я же знаю. Я же вижу. Я теперь всё знаю. Ради Бога, я не ручаюсь за себя. Ты лгал. Молчи. Ты мне лгал. Ты лгал. Молчай. Ты мне… Молчи. Ну ладно. Ну всё, 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 всё. Молчи. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Только чтобы в другой раз. Никогда. Не уйдёшь от меня. Не уйдёшь. Пожалуйста, не уходи. Пожалуйста, я прошу. Мой, мой, мой. Я сойду с ума. Я не смогу без тебя. Самый талантливый, самый прекрасный писатель нынешнего времени. Тебе невозможно читать без восторга. Смотри в эти глаза. Неужели… Неужели ты видишь них ложь? Я говорю только правду. Я не смогу без тебя. Ты же не покинешь меня. Давай уедем в Америку. Давай уедем в Америку. Эй… Мне лень дойти до порога, а ты… В Америку. Ну, едем. Я говорю с вами, я сам будто посплю и вижу её во сне. Врёшь. Я убью тебя. Добился своего, тварь. А вы забыли бы о меня на буйму? Останил это сделать сразу. Это ведь вы убили её. А? Вы, вы, вы. Поподозревать, конечно, можно каждого. И так смерти хочется. Тут ещё вы. Это вы, вы, ну, разрубила и разрубила. Простите, я не могли того, что вы любите её. А не того, что она вас не любит. Боли вы прости не могли. Ни Женя своего. Знаете, я посмотрю на вас. Вот так. Да. Да хорошо, что я уезжаю. Это судьба. Провожайте меня, я сама отойду. И куда вы теперь? Город. Убей. Я не останусь. А я ждал её. Ждал. Вот и мои условия есть. На прогулку. Что она уйдёт. На прогулку. Я ждал её. Там, за лесом, дорога. Я ждал, не услышал. Выстрел. Объясните мне, куда делось тело? Тело. Чьё тело? Тело вашей жены. Вы так и не нашли. Моей жены? Но у меня нет жены. Да идите вы к чёрту, сумасшедший. Да идите вы к чёрту, сумасшедший. Здравствуйте, мой друг. Вы не спите. Можете идти шпионить и пытать в другое место. А тут вам нечего делать. Нет, здесь мне самое место. Представляете, я убил её. Да. Как я вам и поверю. Я ещё вчера понял, зачем вы приходили. Вы, милый друг, ещё очень молоды. Я имею право вам советовать. Не женитесь вы. Ни на еврейках, ни на психопатках, ни на синих чулках. Выбирайте что-нибудь серенькое, заурядное. Без ярких красок. Без лишних звуков. Что вам надо от меня? Жизнь, которую я пережил, как она утомительна. Ох, как она утомительна. Сколько разочарований, сколько ошибок, сколько нелепого. Всегда перед глазами вертишься и даёшь поговорить наедине. Григорий Васильевич, вы ступайте с Богом. Батюшка ваш, кажись, Богу душу отдал. Ну, живы? Слушаюсь. Закрой меня и тоже ступай. Как здесь, однако, нехорошо. Богатый человек. Жалобы небольшое получаете, а живёте так просто. Действительно, всё не то. Данила Романович, друг вы, мой дорогой, я уже высказывал вам своё предположение относительно того, что вы психопат. Вернее, в этом и выслушать доказательства. Женщина с самого сотворения мира считается существом вредным и злокачественным. Она порочна и безнравственна. От неё происходит начало всех зл. Если хотите, чтобы вас любили женщины, никогда при них не сердитесь и не солидничайте. В одной старинной книге сказано… Снимайте пальты, и ваше высокоблагодарение так же… Женщина – это моло, в котором дьявол размягчает и молотит весь мир. Он к вам совсем не идёт! Когда дьявол приходит… Это кто здесь декламирует? Это кто здесь декламирует? Ах, боже мой, неужели он себя понимает? Весь уезд может перезвонить. Уже началась Троянская война. Мисс Алина совратила с пути истины ни одного паиньку. Гоголь говорит, что чиновники берут взятки только потому, что на это толкают их жены. Это совершенно верно. Имущество антрепренёров, казённых подрядчиков и секретарей тёплых учреждений всегда записаны на имя жены. Наспущена женщина до нельзя. Каждая богатая барыня всегда окружена десятками молодых людей, жаждущих попасть к ней в альфонсы. Бедные молодые люди. Отечеству женщина не приносит никакой пользы. Она не ходит на войну, не переписывает бумаг, не строит железных дорог, а, запирая от мужа графинчик с водкой, способствует уменьшению акцизных сборов. Короче, она лукава, болтлива, суетна, лжива, лицемерна, ростолюбива, бездарна, легкомысленно, зла. Только одно из симпатичных у неё. А именно то, что она производит на свет таких милых, грациозных, симпатичных, очень умных душек, как мужчины. Он хороший, несчастный, непонятый человек. Я буду его любить. Я поставлю его на ноги. Я решу эту задачу. Не задача эта, а психопатия. Не знает об этом Дарвин. А то задал бы вам всем на орехи. Поздравляю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok